Пандемия коронавируса стала одной из главных тем обсуждений на штабе по комплексному развитию региона. Губернатор Сергей Морозов отметил, что во время эпидемии нужно дать отпор распространению фейковой информации. Например, появившимся новостям об уходе школьников на дистанционное образование. Мы ушли на конюху, а не на какие-то, так сказать, дистанционные формы. Значит, мы за это время должны дать детям восстановиться, дать детям отдохнуть, дать нам возможность разорвать цепочки всякие, которые доставят появляться в связи с ОРГИ, в связи с грибовым состоянием. Но никак, еще не на дистанционную форму, никого не надо побывать. Хотя в другой стране, если вдруг потребуется и такая форма обучения, мы технически готовы. Каникулы продлятся с 5 по 18 октября. Выбранная мера профилактики уже помогает. Заболеваемость по ОРГИ в сравнении с прошлой неделей снизилась. Преследует проведение досрочных каникул еще одну цель. У нас дети были долгое время на каникулах, ну, затянувшиеся. И все мои коллеги констатируют факт, что дети тяжело входят в этот процесс. Адаптация к новому учебному году, вот в этом году она особенная. И, проучившись месяц, вот эти две недели – это возможность еще немного, ну, разгрузить себя. Внимание обращается не только на коронавирус. В области зарегистрировано свыше 10 тысяч заболевших остро-респиратурной вирусной инфекцией. Большинство приходится на Ульяновск. Недельный эпид-порог превышен на 13%. К счастью, гриппа на сегодняшний день в области нет. Вся вакцина, которая поступила на сегодняшний день в Ульяновской области, это 34% от заявки. Она практически использована на 98%. В ближайшее время должна поступить оставшаяся партия гриппа. И задача – в кратчайшие сроки вот эту поступившую вакцину также нужно использовать. А что касается коронавируса, в регионе развернута 1351 койка в ковидных госпиталях. 22% койок в настоящее время свободны. Однако руководство области рекомендует тем, у кого заболевание протекает в легкой форме, не спешить с госпитализацией. Человек сделал тест. Да, он у него положительный. Нет клиники. Мы спешим сами поехать в ковидный госпиталь, чтобы нас положили, госпитализировали. Еще раз говорю, это неправильно. Хорошо, вы настаиваете, мы как медики не можем этого отказать, мы госпитализируем этот человек, но вы дополнительно там ту получите инфекцию госпитальную, которая есть там. Вы ухудшите еще дополнительное свое состояние. Зачем это делать? Сейчас почти 60% коек занят пациентами с легкой формой коронавируса. Руководитель Минздрава дал еще несколько рекомендаций. Например, не требовать томографию на первый день, который проводится на самом деле на третий. И призвал находящихся на амбулаторном лечении пациентов с ковидом не посещать поликлиники. Лучше вызвать врача на дом. Губернатор обратил внимание на соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте. Треть представителей общественного транспорта так и ходят, так и ездят, вернее, управляют без индивидуальных средств защиты. Спрашивается, я прошу прощения, а где? Где Лазарев, где, так сказать, там все остальные, которые, так сказать, должны стоять на выходе этих, так сказать, водителей на линию? Где? Где ваши, так сказать, представители общественности? Где все это? Кто разрешил? Попробуйте, дети, вон там в Москве, вот я вчера, так сказать, обратил внимание, пройти без средств индивидуальной защиты, особенно в общественном транспорте. Даже не пустят в общественный транспорт. Министерство промышленности и транспорта возглавит проверки в аэропортах, на автовокзале и железнодорожном вокзале. Проверять будут соблюдения всех мер защиты. За общественным транспортом также усилят надзор, как за водителями, так и за пассажирами. Если пассажир не будет иметь при себе маску, необходимо организовать продажу масок в каждом транспортном средстве. Благо сейчас на территории региона их производство превышает их расход. Благотворно снижение динамика заряжения сыграет на начало топительного сезона в домах ульяновцев. В социальные учреждения тепло начали пускать уже 28 сентября. Жилье только по заявкам. На штабе по развитию региона было принято решение досрочно начать отопительный сезон в жилом фонде. С сегодняшнего дня решением нашего регионального штаба пуск тепла обязательно, а не по заявкам. В течение ближайших нескольких дней тепло начнет поступать в дома жителей Ульяновской области. Егор Титов, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ.